И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 28 марта и традиционно дневная сводка, что произошло за текущую ночь и за сегодняшнее утро. Ну, основное направление, которое сегодня интересует всех, потому что уже и западные разведки, и ВСУ уже все сходятся во мнении, что основные события будут происходить сейчас в районе Донбасского фронта. Причем уже даже в Генштабе ВСУ уже пришли ко мнению, что вытащить обратно уже эту донбасскую группировку ВСУ нет никаких возможностей, и ее там скорее всего и похоронят. Так вот, основные события происходят сейчас действительно именно здесь. Итак, со стороны Изюма российские войска продолжают наступать на юг в район Славянска, и в течение вчерашнего дня весь день шли бои в районе села Долина. До самой ночи продолжались бои, и уже где-то к утру они стихли. И вот буквально перед записью данного видео мне жители Славянска сообщили о том, что российские войска сейчас обстреливают село Крестище. То есть пошла довольно интенсивная артиллерийская подготовка, и надо полагать, что в Долине украинские вооруженные силы не смогли удержать позиции и отступили Крестищем. А это уже, ну на самом деле, примерно 5-6 километров от Славянска. Кононада в городе слышна довольно отчетливо, то есть фронт приближается неумолимо. Причем прорыв фронта в районе Долины приносит еще одну очень большую неприятность для вооруженных сил Украины, а именно Святогорский монастырь они должны будут оставить. Там очень удобные позиции, с которых можно наблюдать территорию на десятки километров вокруг. Именно по этой причине потеря позиции в районе Святогорска катастрофически отразится и на ситуации в районе Лимана. Откуда далее должны наступать уже войска народной милиции Луганской народной республики. По Барвенково новостей у меня нет, но я так понимаю, что и туда должны российские войска постепенно выдвигаться, потому что следующий укрепленный район, который прикрывает дорогу на Покровск, а именно сюда должны наступать российские войска, чтобы взять в мешок всю эту донбасскую группировку противника. То есть пока у меня там новостей о том, что там происходит нет. Но я так понимаю, что сегодня-завтра мы обязательно об этом услышим. На Горловском направлении традиционно войска народной милиции ДНР и также российские войска, там уже участвуют российские войска, продвинулись на несколько километров вперед. Начинаются бои за поселок Новоселовка, а это уже по сути пригороды так называемого Донецкого Нью-Йорка, до которого от этой самой Новоселовки всего лишь один километр. И также сегодня впервые за две недели пришли сообщения об активности российских вооруженных сил в районе Степногорска и Гуляйполя. С утра был артиллерийский обстрел позиций вооруженных сил Украины в этом районе и надо полагать, что это прелюдия к тому наступлению, о котором я говорю на протяжении последних дней. Где-то из района Гуляйполя должна стартовать атака российских вооруженных сил в обход в том числе и Курахова. С задачей дальше выйти в район Покровска и соединиться с наступающей российской группировкой, идущей из Изюма. То есть вот так сегодня развиваются события на главном донбасском направлении. Ну и вкратце скажу, что происходит на других направлениях. В Мариуполе постепенно войска народной милиции ДНР, а также российские вооруженные силы сжимают кольцо окружения, разъединяют части противников разных районов города. В целом, как я сказал вчера, оборона города потеряла целостность и идет добивание уже отдельных очагов сопротивления. Под Киевом южнее Житомирской трассы также с утра активизировались боевые столкновения. Бои шли в районе примерно несколько километров севернее от города Бышево. Но опять же, я не могу сказать, кто кого там атаковал, были там атаки пехоты. Идет серьезная работа артиллерии с обеих сторон, и пока результата у меня нет. Ну и также на протяжении вчерашнего дня и ночи была серьезная активность в районе Чернигова. То есть российские вооруженные силы, очевидно, пытаются все-таки закончить вопрос с черниговской группировкой. И не случайно именно в этом районе вчера было сбито аж целых четыре украинских боевых самолета. То есть Генштаб ВСУ, понимая обчаянную ситуацию, в которую попал Черниг и понимая его значимость, пытается всеми силами помочь гарнизону. Потому что для российских вооруженных сил Чернига взять принципиально важно. Это сразу резко упростит ситуацию с логистикой, снабжением группировки российских вооруженных сил в районе Киева, а также позволит, по сути без проблем, занять своими военно-гражданскими администрациями всю Северную Черневщину и Северную часть Сумской области. Ну и не могу не вставить свои пять копеек по поводу обещанным Киевом и другими политиками Украины наступления на Херсон. Оно опять не состоялось, причем артиллерийские обстрелы и Николаева, и Херсона тоже были. Но самое интересное, что вчера российские вооруженные силы в том числе нанесли очень серьезный артиллерийский удар по скоплению противника в районе населенного пункта Станислав. Именно туда постепенно каждую ночь выдвигали вооруженные силы Украины свои резервы и оттуда не пытались организовать атаку по направлению к Херсону. Но их действия были вскрыты довольно быстро российским командованием. И уже третий день, несмотря на то, что взятие Херсона было анонсировано еще на позавчера, российские войска не только полностью контролируют город, но украинские вооруженные силы в его окрестностях даже не появились. Вот это примерно то, что сейчас происходит на фронтах войны в Украине. На этом по этой теме на пока все. До свидания. Ну и до следующих встреч.